Чем подкормить астры? Оптимальные условия для посадки астр назвать довольно сложно, все зависит от сортовых особенностей. Ранние сорта высеивают первыми. Они отлично смотрятся на клумбах и альпийских горках. Семена сеют со второй декады марта и уже летом, к концу июля они радуют своими цветками. Семена поздних сортов на рассаду сеют с третьей декады апреля по вторую декаду мая. Именно они идут на букеты к первому сентября, цветут до заморозков. Агротехника. Для того чтобы астры радовали изобилием цветков, следует выбрать правильное место для посадки. Хорошо, если это будет солнечное место, но они неплохо растут и вплоть тени. Портится их внешний вид при сильно палящем солнце, что следует учитывать при выборе места для посадки. Почву не следует переувлажнять, а участок должен хорошо проветриваться. Почва необходима легкая и с нейтральным балансом, а плодородий стоит позаботиться еще с осени. Для этого в почву вносят навоз из расчета 3 килограмма на 1 квадратный метр. Также добавляют песок. Весной почву снова нужно удобрить, ее перекапывают и вносят суперфосфат. Норма на квадратный метр 20-40 грамм. Непосредственно перед посадкой землю рыхлят, выбирают сорняки и хорошо увлажняют. Чем подкормить астры? Последующий уход за астрами состоит в своевременном поливе, рыхлении, удалении сорняков и подкормке. Чем подкормить астры? Выбор удобрения зависит от времени подкормки. Не рекомендуют органические удобрения. При соблюдении этих условий ухода растение будет радовать крупными яркими цветками. В процессе ухода не стоит забывать о болезнях. Для профилактики большинства заболеваний растение опрыскивают препаратами, содержащими медь, калий, цинк и борную кислоту. В частности, если замечено, что лист начиуморщится, требует обработать препаратом от вредителей. Для этих целей используют искру или энтовир. Важно! Астры, выращиваемые рассадным способом, зацветают раньше астр, посеянных в грунт. Зачем астрам нужно удобрение? Чем удобрять астры в открытом грунте и какие средства для этого использовать? Первая подкормка в открытом грунте необходима для хорошего приживания растения на новом месте. При этом молодые цветочки окрепнут корневая система, получат толчок к развитию. Также первая подкормка даст начало формированию ветвистости, что обеспечит большое количество цветков. Подкормка астр для обильного цветения – обычная зола. Она положительно влияет на образование цветков. Астра будет выбрасывать больше бутонов. Для поддержания жизненных сил цветка в период бутонизации также необходимо проведение подкормки. Внесение удобрений в это время стимулирует развитие корневой системы, оказывает положительное влияние на размер цветков, укрепляет иммунитет. Обратите внимание, заключительная подкормка активизирует более длительное цветение, отвечает за качество цветков. Удобрения для астр. Обычно за сезон после высадки в открытый грунт проводят 4 подкормки астр. Лучше всего использовать минеральные удобрения, так как органические могут спровоцировать развитие заболеваний. Чем удобрять астру в открытом грунте? Первая подкормка в открытом грунте после высадки в открытый грунт, как только растение укоренится, листочки перестанут желтеть, растение нужно подкармливать. Чем подкормить астры для роста? В этом случае для подкормки используют коровяк. Его разводят в воде в соотношении час-десять минут. Важно! Сначала астры, сначала поливают, только потом следует их кормить. Такая схема необходима для того, чтобы не сжечь молодое растение. Для успешной подкормки раствор выливают дозированно под каждое растение. В это же время можно использовать в качестве удобрения золу. За сезон ее можно вносить до двух раз. Норма расхода 300 города золы на 1 квадратный метр. Первая подкормка в открытом грунте. Вторая подкормка спустя 2 недели после высадки рассадой в клумбу проводит вторую подкормку астр. Если астры сажали путем высеивания семян в открытый грунт, то время второй подкормки после прореживания. В этом случае используют суперфосфат и сульфат калия. Норма расхода для первого 50 грамм. На кварталах М, второго 10 грамм. На кварталах М, перед внесением удобрения участок поливают и рыхлят, только потом рассыпают на поверхности земли гранулы. Можно также приготовить раствор из указанного количества удобрения и полить под корень. Поливать необходимо осторожно, чтобы концентрированный раствор не попал на зеленую часть цветов. Суперфосфат третья подкормка в период образования бутонов настаёт время для третьей подкормки. Чем удобрять астру в этот момент? В это время вносят фосфорное удобрение 60 грамм. На один квадратный метр. Это не только стимулирует рост корневой системы, но и способствует появлению новых побегов. Для защиты от различных заболеваний и для повышения защитных сил растения применяют подкормку на основе сульфата калия. Готовят раствор. В 10 литров воды растворяют 60 грамм. Препарата. Полученным раствором поливают участки с астрой. Третья подкормка. Четвертая подкормка. В период активного цветения проводят четвертую подкормку. Выполняется она по той же схеме, что и третья. Удобрение вносится в том же количестве и в аналогичном составе. Важно! При этом можно проводить внекорневую подкормку. Хорошо, если в составе средства будут присутствовать цинк, бор, марганец. Также для подкормки растения на любой стадии из вышеперечисленных можно использовать гумат. Это универсальное удобрение, которое оказывает положительное влияние на рост и развитие растения. Советы цветоводов. Опытные цветоводы имеют свои хитрости по выращиванию астр. Они касаются не только подкормки, но и всего ухода в целом. Вот некоторые народные секреты для того, чтобы цветки были больших размеров, а само растение выросло сильным и крепким еще до посадки. Семена замачивают на 6 часов в растворе хлористого цинка. Для его приготовления в 1 литр воды разводят 0,6 грамма препарата. Для увеличения продолжительности цветения астру высеивают непосредственно в грунт. Стоит учесть, что в этом случае получить семена для дальнейшего размножения не удастся. В открытый грунт семена высеивают примерно в первых числах мая, тогда всходы появляются в конце мая, начале июня. Можно проводить посев семян поздней осенью, даже месяц января подходит для высеивания семян. Обязательным условием является подмороженность почвы, так как в этом случае семена не прорастут до весны, значит не погибнут. Субтитры создавал DimaTorzok